Всем привет! Сегодня у нас на обзоре недорогие смарт-часы, стоят они 2200 рублей. Так они выглядят. Здесь интересный ремешок, сделан он под кожу, но на самом деле это силикон. При желании вы можете поменять этот ремешок 22 мм, любой ремешок с Алиэкспресс, там выбор огромный. Коробка стандартная, здесь у нас находились сами часы, а весь остальной комплект и вот этот ремешок были здесь. Это у нас магнитная зарядка, примерно метр длиной. Хорошего качества здесь магнит, крепится хорошо, ничего не выпадает. Также у нас по комплекту инструкции, есть на английском языке. И вот такая вот пленка, тоже возможно кому-то она будет нужна. Комплект небольшой, но все что нужно здесь есть. Выглядят часы вот так, металл, две клавиши, сзади у нас всякие датчики, это у нас зарядка. Ремешок вот так крепится. Экран у нас полностью круглый, IPS-матрица, хорошие углы обзора, цветопередача тоже на хорошем уровне. По вот этим клавишам, это у нас клавиша открывает меню, а эта клавиша отвечает за спортивные режимы. Циферблаты здесь разные, но есть интересный момент, про который я расскажу, когда буду говорить про приложение. Свайп сверху вниз у нас открывает такое небольшое меню. Здесь настройки, выключения, режим сна, яркость. Также здесь есть микрофон и динамик, вы можете с них разговаривать. Это как раз за это и отвечает. Зарядка, дата, день недели. По настройкам здесь есть яркость, чтобы включался экран, когда вы поднимаете запястье. Сменить циферблат и вот всякие такие стандартные настройки. Можете прямо здесь выбрать язык. Вот такой перечень настроек, все здесь стандартно. Свайп слева, вправо или вот эта клавиша у нас открывает основное меню. Оно вот такое, все работает шустро, есть вибрация. Пульс срабатывает более-менее точно, сравниваю я, как всегда, с часами от Xiaomi. Такая вот анимация, давление, все подобные. Показатели, конечно, не точные. Никогда не доверяйте этому, про это я даже не буду говорить. Данные, это у нас вот такой перечень как раз всяких показателей. Красиво это выглядит. Спорт, это всякие спортивные режимы. Большой здесь список, вот такой. Давайте что-нибудь стандартное я вам покажу, это, например. Давайте пробежку покажу. Вот так это выглядит. Крупные символы, при пробежке вы это все увидите. Все хорошо в этом плане. Анимации, всякие такие моменты здесь реализованы хорошо. Дальше новость, это уведомления. Перевод, конечно, как всегда, не очень. Музыка вы можете управлять. Музыка из телефона прямо на часах. Это будет удобно, если вы подключаете беспроводные наушники. Не нужно заходить в телефон, через часы вы все это посмотрите. Также погода. Вот так выглядит тоже все крупно на один день. Мониторинг сна здесь тоже работает. Так себе, скорее всего, какие-то рандомные показатели. Фотографирование это, использовать часы как селфи-клавишу. Телефон, вы можете звонить по ним. То есть здесь нет симки, вы звоните через ваш телефон. Здесь вы можете избранные контакты оставить. Или просто набрать номер. Тоже не во всех смарт-часах такой есть. Точно не во всех часах есть. Калькулятор и тоже, возможно, для кого-то это может быть полезным. Секундомер, таймер. Здесь нет многозадачности, так что, чтобы использовать секундомер или таймер, из него не нужно выходить. Избранные приложения, которые вы можете добавлять сами. Тоже не во всех смарт-часах я такое встречал. Возможно, это и удобно. Свайп снизу вверх у нас открывает. Уведомления по степени защиты. IP68 во время дождя вы можете в них ходить. 230 мА аккумулятор при подключенном телефоне. Это 7 дней. Хороший показатель. Приложение здесь в Вирфит Про. Я хочу сразу сказать, что здесь очень много рекламы. Такого я в китайских приложениях еще не встречал. Оно простенькое, но при этом выглядит неплохо. Здесь как раз основные всякие показатели. Также можете тренировку проводить прямо с этого приложения. Оборудование. Здесь я отдельно хочу рассказать про циферблаты. Здесь первое приложение, где платные циферблаты, которые я видел. Они стоят по одному доллару, есть меньше. Наверное, каждый решает сам, готов он платить за циферблаты или нет. Здесь есть и большой список бесплатных. Но в целом, то, что в таком недорогом сегменте сейчас и продаются такие циферблаты. Как по мне, все-таки это не очень. Но, опять-таки, повторюсь, каждый решает сам. Устанавливаются они очень просто. Просто нажимаете установка. Они скачиваются. Проходит небольшое время. На часах показывается вот такой значок. Проходит меньше минуты. И у вас, например, вот такой циферблат. Даже с анимацией. Напишите, кстати, внизу в комментариях, что вы об этом думаете. Готовы ли вы покупать циферблаты, если покупаете такие недорогие смарт-часы. По остальным интересным настройкам. Будильник можете здесь завести. К сожалению, со самих смарт-часов вы не можете его регулировать. Напоминание. Найти браслет можете. Он начинает вибрировать. То есть, такой здесь самый стандартный перечень настроек. Обновление прошивки на момент обзора ничего не приходило. Вот такое вот приложение. Мне лично не очень понравилось. Из-за того, что много рекламы. Оно и всплывает иногда. И то, что циферблаты платные. С одной стороны, радует, что появляются смарт-часы с кастомными циферблатами. Выбор их большой. Здесь есть действительно интересные, любопытные. Даже вот с анимацией. Но то, что они стоят денег, покупая недорогие смарт-часы, еще тратятся на циферблаты. Ну, такое себе. А в целом, смарт-часы меня порадовали. Хороший аккумулятор. Классный, на мой взгляд. Дизайн. Такой ремешок. Он не очень хорошо дышит. Но выглядит неплохо. За эти деньги, наверное, это отличные смарт-часы. Все больше бюджетных, но классных смарт-часов появляются. Даже полгода назад они были намного хуже. Так что прогрессирует эта сфера. Мы будем продолжать делать обзор на подобные смарт-часы. Поддержите ролик лайком, если вам это интересно. Напишите комментарий с вашим мнением. Вы, наверное, уже много всяких смарт-часов видели. Можете уже какой-то вывод сделать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.